Уровень воды в Великомустюге с высокой вероятностью составит 850-910 сантиметров. Такой прогноз озвучил начальник Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вера Полякова. Вскрытие рек ожидается 19-23 апреля. В феврале выполнено 27 промеров. В ближайшее время дополнительные водомерные посты появятся в Дымково и Сывороткино. Что касается причины прогнозируемых уровней воды в районе города, то ее специалисты называют каскад заторов на Сухане и Северной Двине. Пять затороопасных участков основных. Это те первые, которые идут от Шабурна в сторону Великого Устюга, в сторону ухода за затором. Это так называемая голова и тело затора. Голова затора расположилась на перекате Шабурна напротив Арестова. Оттуда и будут начаты взрывные работы. Выполнять их будет отряд Минобороны, который уже завтра прибудет на территорию района. Взорвут порядка трех километров льда. Помимо затора взорвут ледовое покрытие на ряде перекатов. Вопрос о прибытии в наш район ледоколов из Котласа пока не до конца не решен. Поэтому пока суда находятся на стапелях. Также в районе деревни Ладейка создадут искусственную перемычку, которая будет сдерживать ледоход в Верховьях Суханы. Техника и люди уже отправлены на эти работы. Личными люди не будут, потому как объем работ предстоит огромный. И поизъятию льда это более трех километров. Особое внимание уделили Кузинской стороне и поселку Коромыслово. Обсуждались вопросы доставки медикаментов, продуктов питания, питьевой воды. Важно всем быть в боевой готовности. Чтобы потом мы не говорили, что у нас здесь есть кровать, а туда мы не можем перебросить, потому что сломался вертолет. При прогнозируемых уровнях в зоне подтопления окажется более полутора тысяч населения, 15 населенных пунктов. Большинство домов – частный сектор. Конечно, все надеются на лучшее, но готовятся к худшему развитию событий. На совещании обсудили наличие водяных пунктов, дополнительных электрогенераторов, плавсредств. 7 апреля пройдет расширенное заседание КЧС с участием министра Российской Федерации по делам ГОУЧС Владимира Пучкова, а также руководителей Росгидромета, Федерального агентства водных ресурсов и других специалистов. Евгения Шемякина, Максим Колосов, Новости провинции. Евгения Шемякина, Максим Колосов, Новости провинции.